Около 80 обращений в адрес центра ЖКХ и администрации по протечкам кровли поступило на этой неделе. Все адреса на контроле в департаменте городского хозяйства. Сыровчанам напоминают, если в результате затопления квартиры имуществу причинен ущерб, гражданин вправе обратиться в суд с исковым заявлением о его возмещении. Удар стихии пришелся также и на ливневую канализацию. С части подтопления территории, в целом особых подтоплений улиц города Сарова, где есть система ливневой канализации, вообще не было. И в целом система ливневой канализации справилась с таким потоком ливневых источных вод. Но за исключением Куйбышева и Силкина, где проблема уже давно, уже на протяжении больше 20-30 лет существует, там, где требуется реконструкция. Одна из самых критичных точек города – Нижегородская, 16. Там сотрудники ДЭПа откачивают воду. В зоне подтопления из-за нарушения уровня городской застройки оказались улицы Менделеева, проезда Ахтемова, некоторые дома на Речной Южной. На этой территории специалисты ДЭПа откачивают воду помпами. Дожди за сутки существенно подняли уровень реки Сатис. Такое явление наблюдают впервые за 25 лет. Вода пришла из заповедника, где после сильных пожаров образовалось немало родников и болот. С одной стороны, для природы это очень хорошо. Мы рады, что наконец-то река у нас немножко вздохнула. Но с другой стороны, мы старались обеспечить такие уровни воды, чтобы и немножко действительно обеспечить наполняемость реки. Потому что в последнее время поступает очень много обращений граждан о том, что река высыхает и очень низкий уровень воды. Но и с другой стороны, нам нужно было контролировать, чтобы не подтопить садоводческое товариство Гагарина. Система ливневой канализации постоянно находится под контролем эксплуатирующей организации. Решетки и колодцы регулярно очищают, сообщили в ДГХ. Саров готовится к новым капризам погоды. ДЭП с администрацией проводят работы по внедрению новых типов колодцев. О результатах расскажут в ближайшее время. В случаях подтопления домов горожан просят обращаться в ДГХ по телефону 9-77-06.